приветствую всех зрителей моего канала сегодня мое внимание привлек дом находящийся на большом проспекте петроградской стороны 77 он выглядит очень монументально и архитектура совершенно необычная я заглянула в интернет и почитала что пишется об этом доме и так владельцами архитектором этого дома был гражданский инженер константин исаевич резинштейн он был владельцем не только этого дома но и автором плана большого проспекта сентябре 1912 года он подал городскую праву собственный проект дома в 1913 году строительство уже было закончено представляете за год вот такая махина была сооружена построена и приведена в жилую готовность здание имеет шесть этажей два нижних этажа были отделаны крупным ростом из гранита окна второго этажа отделаны головами античных богов 3 4 и 5 этажи украшены пилястрами каринского ордера пространствах между капителями вставлены скульптурные перельефы на которых изображены женские мужские фигуры главной достопримечательностью дома стала колоннада большого композитного ордера седьмой этаж выполнен в виде аркады на пилонах которой стоят скульптуры фигуры выполнены из смеси цемента измельченного гранита по проекту скульптора в.ф. разумовского отливали их на русско-шведском заводе цементных труб андрей п. эллерс это то что касается информации в интернете кому будет интересно можете сами почитать а я хочу обратить ваше внимание на отдельные элементы этого дома посмотрите на барельефы на скульптуры сверху далее я приведу фотографии на сейчас я хочу чтобы вы обратили внимание на эти барельефы посмотрите какие лица но это в общем то очень непонятные странные лица посмотрите какие у них головные уборы что это шлемы какие-то или что за головные уборы непонятно посмотрите какие лица тоже очень странные переносится вместе с лобом соединена вот здесь обращаю ваше внимание на то что тоже львы изображены с кольцами и нижний этаж посмотрите тоже там есть какое-то кафе на нижнем этаже под землей здесь тоже можно видеть льва большие двери и вот написано кафе дубай но он уже где-то в подвале этого здания получается под тротуаром других источниках еще нашла информацию о том что вместе с розенштейном был еще один архитектор андрей евгеньевич белогруд и вот вдвоем они проектировали два соседних здания то есть дом 77 дом 75 вот сейчас который вы видите рядом находится представляете два таких огромных дома в разных стилях совершенно необычных для своего времени но даже для нашего времени не кажутся очень таким чересчур навороченными громоздкими массивными со множеством интересных элементов и вот эти два архитектора якобы строили и создавали эти дома а скульптуры наверху создавал василий флегонтович разумовский вот вы можете видеть сейчас это театр миронова со стороны петроградском проспект петроградской стороны и еще хочу обратить ваше внимание на то как выполнена кладка гранита на первом этаже как выполнена отделка колонн окон и верхнего этажа как скульптуры изображены посмотрите пожалуйста на это все это очень необычное очень интересное здание и может быть у кого-то будут какие-то интересные мысли по это на эту тему напишите пожалуйста в комментариях чем меня привлекли рельефы и скульптуры на зданиях мне кажется что там очень необычно изображены лица с глазами как будто бы на выкат и переносится соединить соединена со лбом и мне очень интересно что это за лица как вы думаете кто на них изображен что за люди фигура мужчины обратите внимание на пропорции тела сильные руки как выглядит лицо какие глаза нос прическа мне кажется что-то необычное фигура женщины тоже посмотрите лицо прическа взгляд как будто бы похоже на рыбий взгляд рыбий глаза еще один мужчина я смотрю на выражение их лиц не могу понять о чем они думают такие большие пустые глаза как будто бы немного сожаления в лице какая-то безнадега просто не пойму выражение их лица вот еще одна женщина посмотрите какие круглые бездонные глаза непонятно что выражающие я предполагаю что в скульптурах должна выражаться какая-то символика что хотел нам показать автор я предполагаю что явно автором был не тот кто заявлен в официальной истории посмотрите на нос и лоб этого человека на его глаза здесь опять же тоже такое очень странное выражение что она означает сейчас переходим в рельефах на здании то есть мы видим таких же людей таких же такого же рода племени как и статуи сверху с такими же прическами носами глазами с такой же атлетической фигуры почему-то они очень странно расположены в нишах этого здания такое ощущение как будто их куда-то насильно посадили в какой-то клетку может быть в нишу и они с таким состраданием сидят какой-то грустью с печалью как будто бы в плену как будто бы создается впечатление что они давно сидят в этом маленьком пространстве и встать не могут разогнуться и уже устали сидеть не знают какое положение принять чтобы хоть как-то облегчить свое существование складывается впечатление что их посадили в маленькую низкую камеру и они смиренно ждут пока кто-то решит их участь меня почему-то такое впечатление от этих барельефов если это символика то что нам хотел сказать автор кто эти люди здесь посмотрите тоже балкончик символикой гербом с каким-то вот эти внимательно посмотрите на эти лица на барельефах это тоже такие же люди с чертами лица очень странными нос лоб глаза пустые пустые как будто бы глаза смотрящие в никуда чья это символика представляете я недавно была в петропавловской крепости и при выходе случайно сфотографировала ворота и каково было мое удивление сейчас когда я смотрела фотографии я на этом барельефе увидела точно таких же людей как на предыдущем здании представляете точно такие же лица позже я в шоке что это такое откуда эти люди почему они на барельефе в петропавловской крепости я не понимаю что это может означать что это люди эти люди жили в санкт-петербурге одни вопросы для чего странных непонятных людей не похожих на нас изображать архитектурных декоративных элементов зданий а если это общество людей действительно существовало на здешней территории и таким образом они выражали в искусстве и культуре свой быт себя свои какие-то устои свой образ жизни а что вы думаете об этом